Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема сегодняшнего нашего занятия и нашего рассказа – это выращивание огурцов, рассады огурца. Почему этот вопрос как бы важен? Потому что многие допускают ошибки. Ну, во-первых, выращивать, что подбирать с сорта, какие сорта подбирать и что выращивать на своем участке. Значит, из своего опыта замечу, и в вашей мотиве литературе прочитать, что все огурцы делятся на самые опыляемые, то есть которые завязывают плоды без опыления пчелами, и пчелы опыляемые. При капризах с теперешней погодой, хотя, может быть, некоторым пчелам опыляемые огурцы кажутся вкуснее, я полагаю, что надо отдать предпочтение самым опыляемым огурцам. Ну, самые опыляемые огурцы в своем большинстве – это гибриды. Это гибриды, их приходится покупать ежегодно. Но, мне кажется, урожай того стоит. Лучше собрать урожай, чем посадить целую граду огурцов и собрать ведро огурцов, и на этом их жизнь закончится. Гибриды более урожайные, и они дадут, как теперешняя погода, то солнце, то холод, то дождь, они всегда дадут урожай, они всегда нас порадуют, то, ради чего мы выращиваем это растение. Определившись с огурцами, в нашей жизни мы тоже определяемся, нам какие огурцы надо. Ну, некоторые, как бы, есть предпочтение у огородников – надо короткоплодные, надо длинноплодные. А вот некоторые огородники выращивают протенокарапические длинные огурцы, ну, типа настоящего полковника и прочее, плоды которых растут 30-40 сантиметров. И с обыта также замечу, что эти огурцы прекрасно можно консервировать. Они режутся на кусочки, хорошо консервируются, поэтому не отбрасывайте и эти сорта. Определившись с сортом, мы можем приступить к выращиванию рассады. Значит, знайте, что огурец – это такая культура, которая не любит высокой концентрации почвенного раствора. Поэтому чем меньше почвы удобрений, тем лучше будет сходить наш огурец, и будет лучше развиваться в начальный период роста. Что необходимо сделать? Значит, мы берем, где минимальное содержание питательных фишечес, такую смесь. В эту смесь мы добавим немного суперосфата. Единственный компонент, которого мы можем добавить. Ни калия, ни азота, ни сложных, никаких удовольствий больше мы не сыплем. Сделали так, ну, потом дальше. В эту смесь, вот я вам просто покажу, мы обязательно добавим перлит. Потому что огурец не любит излишней влажности, и в то же время он не любит перосушки. Это растение происходит с тропической Индией, поэтому, конечно, ему надо очень хорошее условие. Ну, и вот дальше, следующую ошибку, которую делают наши огородники. Они берут семена, даже вот эти проверенные семена проверенных фирм, и сразу высевают, и сразу высевают в стаканчики. По одному зернышку, по два зернышка высевают. А вот это тоже, я считаю, совсем верно. Почему? Высеваете по одному, по два зернышка. Пускай это может быть 90%, все равно, значит, какая-то часть семян не взойдет. Вот, если у вас два, зайдет растение, значит, одно растение, вы будете губить. Просто-напросто будете срезать. А затем уничтожать. Все делается гораздо-граздо проще. Берем наши семена, берем теплую водичку 35-40 градусов, и семена высыпаем. Высыпаем семена, замачиваем на 5-6 часов. Замочили семена, наши семена так мокнут. Мокнут, набухают, набухают, ну и за 5-6 часов они набухнут. После этого мы семена ложим или во влажную ткань, или ложим на те же бумажные салфетки, на тарелочку, полиэтиленовый пакет, и где потеплее. Ну, только желательно не на батарее. Потому что на батарее семена быстро-быстро просыхают, и могут это не дать нам сходов. И вот уже на второй, третий или четвертый день они все понаклевываются. Они наклюнутся, эти семена. После этого мы будем каждый стаканчик высевать по одному зернышку. Такие семена, типа рачки получаются, уже корешочек, уже даже листики тут наклюнулись, они всходят очень быстро, на второй, третий день. То есть, если мы там 4 дня плюс 2 на 6 день. В обычных условиях аурцы всходят на 10 день. То есть, мы на целых 4 дня экономим появление всходов. Всходы у нас дружные. И мы знаем, вдобавок, что в каждом стаканчике у нас зайдет именно жизнеспособная семянышка. И оно будет развиваться сразу, без всяких стрессов, без всего. Значит, семянышки наши взошли. Но я объясняю, что подкормки до месячного возраста огурцам давать ни в коем случае нельзя. Потому что они боятся. Вы подкормите, ваши огурчики могут погибнуть. Начинает отмирать корневая система, даже при всех хороших условиях. Что температура 25 градусов, и влажность там хорошая, градусов 80. Они станут погибать, потому что именно от удобрений. Поэтому помните, тут с подкормкой не увлекайтесь. Когда высаживаются эти огурцы в открытый грунт? Огурцы в открытый грунт высаживаются в возраст, когда имеют 3-4 настоящих листа. Уже у некоторых огурчиков есть бутончики. Значит, эти бутончики сразу не стремитесь удалить. Потому что до третьего листа все бутоны огурца надо обязательно удалять. Но это лучше сделать, когда огурец поднимется и начнет расти. Международные огурчики станут длиннее, бутончики станут более заметными. Тогда их выщипывайте. Потому что нижние огурчики до третьего-четвертого листа, они как бы за то, что растение проживается, они часто не развиваются, забирают питание, а потом просто желтеют и отмирают. Поэтому, чтобы растение не делало лишнюю работу, как только оно отнулось в рост, станет заметно, мы эти все бутончики вышипываем. Оставляем голый стволик с листиками. Если вы так сделаете, вы будете иметь хороший результат. Ну и дальше огурчики наши будут расти. Уже после 5-6 листа мы сможем их подкормить. Подкармливаем чем? Концентрация удобрений сразу очень-очень слабенькая. Вот. 20-30 грамм удобрений на 10 литров воды. Поэтому концентрация такая, что вообще... Ну, для того, чтобы не ошибиться с такой концентрацией, что вот лучше взять готовые пакетики. Есть агриколы. Они продаются как раз по 20 грамм, по 30 грамм. Вот определенное количество на 10 литров воды. Вот теми растворами мы обрабатываем. Ну и что забыл сказать, как бы немного перескочил, что если мы огурчики будем высаживать, то ли под пленочное укрытие, то ли в открытый грунт. Значит, все этот грунт обязательно прикрывать пленочкой. Но самое главное, все огурцы перед тем, как посадить, мы обработаем эпином. Опрыскивание эпином поможет растениям легче перенести стресс, легче перенести вот эту пересадку. Это тоже как бы немаловажное условие. Ну, при посадке, когда мы будем высаживать огурцы, обязательно огурцы что любят? Огурцы любят плодородную почву. Поэтому их садят даже по свежему навозу. Добавляют навоз, потому что им надо много питания. Вот и посадили огурчики вот такую плодородную почву. Потом мы будем окучивать, чтобы дали дополнительные корни. Но смотрите, тут у наших огородников что бывает такая беда. И они просто, это нарушение агротехники, сгнивает стебель. Сгнивает стебель у самого основания, у самого корня. А зачем это происходит? Потому что огурчики выращиваются на ровной поверхности. Так вот, огурцы надо садить вот на таком холмике. Наверху. Вот холмичок, наверху огурцы. Для того, чтобы сам огурец не заливался, где корневая шейка, где сам стволик не поливался водой. Вода, чтобы было по бокам. Корни уходят вниз, берут эту самую влагу, и растения хорошо, хорошо развиваются. И нету корневых гнилей. А если вы посадите на ровной поверхности, даже потом станете окучивать, велика вероятность, что часть растений будет повреждена разными корневыми гнилями, которые находятся в почве. Вот такие несложные советы помогут вам вырастить хороший урожай огурцов и иметь хрустящие огурчики на своем столе и угощать своих знакомых. Удачи вам! До свидания! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok